Привет, мобильные геймеры! С вами Flickr и для CarX Street вышло обновление 1.6.0 в котором были улучшены внешние и внутренние зеркала заднего вида на всех автомобилях далее улучшили модель самого пилота то есть он вон в очочках такой стилёвый сидит как будто бы пободрее смотрится но надо, конечно, его вытащить в идеале оттуда и посмотреть далее появился ивент, где мы должны в определенных местах делать фотографии и потом получить награду вот, кстати, найди место на фотографии сделаешь фото, дальше пока у нас, видите, недоступное и когда мы всё это сделаем, то получим вот такую вот Behu Universal которая, кстати, в автосалоне не показана, как и новый Viper найди место, сделай фото и получи EP да, у нас здесь, кстати, появился боевой, мать его, пропуск до последнего думал, что разработчики не будут его вводить но популярная механика монетизации, механика доната взяла вверх и они всё-таки добавили его хорошо или плохо это, давайте мы посмотрим вообще что этот пропуск даёт и начнём как раз-таки с него отправимся сначала в город прокатимся, посмотрим, что у нас с оптимизацией также прогрузка есть такое ощущение, что у меня как будто бы графика снизилась играю, я напомню, на iPhone 13 Pro Max нет, всё на максималке, кроме частоты кадров частоту кадров я во время съёмки видосов всегда ставлю 30 потому что когда ставишь 60, аппарат быстрее нагревается так, прогрузки смотрим они есть может быть чуть ниже но я особо на самом деле не вижу большой разницы пока всё так же они имеются на ПК, конечно, ситуация намного лучше если вы не смотрели ролик первый взгляд на ПК-версию оставлю для вас в конечных заставках либо во всплывающей подсказке песок более рыжий какой-то стал ладно, давайте отправляемся на карту есть, значит, у нас задание с фотографиями а боевой пропуск у нас находится вот здесь вот тоже на карте батл пасс нажимаем и если мы приобретём его то ещё получим на первом уровне вот этот великолепный вайпер стоимость пропуска составляет 499 рублей не так дорого учитывая, например, если мы зайдём вот в золото и за 449 рублей мы всего 40 золотых получим а там мы получаем при выполнении, конечно же, всех заданий мы получаем 100 золотых и ещё новый автомобиль вертаюсь к боевому нашему пропуску значит, помимо кредитов и золота кстати, золота немного больше мы тут ещё получаем различные детали спорт я вижу но в премиальном пропуске, конечно же, элитные колёса тоже будут покруче далее кредиты, кредиты всякие тормозные диски кстати, я не посчитал золото в обычном бесплатном пропуске то есть в нижнем если мы премиальный покупаем то у нас там 100 золотых выходит а если сверху вот давайте, наверное, я посчитаю 45 и в бесплатном пропуске мы можем как раз-таки забрать новый автомобиль М39 это Бэха далее отправляемся в автосалон у нас ещё есть две тачки которые можно уже приобрести за золото значит, первый автомобиль это HSS как-то так она выглядит не знаю, что за тачка вообще с ней не знаком спереди, конечно, немного Бэха отдаёт и может быть, каким-то доджиком и ещё Lancer короче, какой-то гибрид, смесь разных авто и McLaren, мать его выглядит, конечно, красиво думаю, что у него есть всякие широкие кузовы интересные и куча-куча тюнинга что ж, это касаемо новых автомобилей давайте посмотрим на то, как выглядят у нас внутренние зеркала заднего вида надо нам поменять только вид камеры из кабины и, честно говоря ну, оно размытенько сзади да и слева, видите, тоже оно очень размытое и почему-то прям светло-светло стало внутри просто всё пересвечено давайте-ка я ух ты её врезался а снаружи если мы от третьего лица выбираем, то не так всё засвечено ну-ка давайте ещё разочек да, реально, видите, всё как будто засвечивается странно ну, может быть, поправят пофиксят это добро с видимым автомобилем ездит всё-таки комфортнее так, что ещё у нас здесь? значит, исследуйте и фотографируйте город вот, кстати, давайте попробуем поискать вот это место Миттаун Север так да, эту глыбу, конечно, надо будет реально поискать благо вся у нас карта практически прорисованная вот как будто бы, знаете вот это место давайте маршрут вот досюда дорисуем мне кажется, это оно по оптимизации обязательно пишите в комментариях, как у вас игра стала идти лучше хуже также видел, что в комментариях писали в версии 1.4.0 игра была лучше оптимизирована чем сейчас блин, извиняюсь но у меня горло ещё не прошло вообще я ещё болею пока что поэтому голос немного такой неприятный, возможно и сам я себя не так хорошо пока что чувствую но тут куча релизов я думаю, что потом потихонечку буду восстанавливаться но я конечно стараюсь лежать когда особенно отснял какой-нибудь новый ролик так где-то вот здесь оно должно быть да ну да вот эта фигня стоит где-то здесь надо короче красиво ну чё мне надо сброс что ли нажимать офигеть по-моему оно так давайте в режим скриншота заходим не, ну я супер красиво прямо конечно так не смогу сделать давайте хотя бы вот такое фото замутим так допустим сделал я этот скриншот вот сделай фото события но я приехал туда куда надо или прям точно так же нужно сделать фотографию и задание у меня примерно нифига не выполнилось или это надо приобрести премиум и тогда я могу что-то сделать ладно странно как это сделано не совсем понятно но скорее всего премиум тоже понадобится пишите в комментариях я вот не совсем догнал но скорее всего я правильно понял надо сделать отдельно фотографию только когда у вас появится премиум так что еще у нас по заданиям то есть здесь в принципе все можно очень легко выполнить смотрите пройти любой одиночный заезд на R1 R5 и так далее и так далее чем ниже тем хуже и давайте мы где-нибудь вот прокатимся вот например у нас здесь есть сингл рейс имеется все равно он прогрузка далее кстати добавлены спецпредложения ну донатные оптимизирована загрузка ресурсов при запуске игры уж не знаю я не особо вот честно говоря заметил также 2.7 гигабайта надо было загружать ну слушайте пока что я не вижу прям сильных каких-то тормозов просадок но опять же это у меня 30 кадров всего лишь сейчас мы прокатимся и посмотрим смогу я R1 забрать или нет кто что думает по поводу боевого пропуска есть кто приобрел даже не задумываясь есть кто против этого пишите в комментах также присылайте у меня в телеграме фотографии доджика если вы приобрели блин жесть так нет я хочу я хочу заново я хочу R1 получить пипец что с транспортом в Сандэй Сити много людей приехало или Сансет Сити я уже забыл сейчас не так часто рублюсь я заметил что новые композиции музыкальные появились такой дабстепчик довольно агрессивный и еще какие-то композиции ну слушайте как будто бы прогрузка не такая по крайней мере вот я блин засмотрелся на деревья что они не прогружаются вот эти пальмы хотя нет вон прогрузка была так так вот видите просто тьма тьмущая они специально прям проезжают так чтобы я всрал эту гонку о видите как агрессивные водители в этом городе я молчу про соперников которые тоже довольно агрессивно себя ведут а тут уже обычный транспорт трафик стал такой бодренький хотя он и раньше тоже вылетал тогда когда не надо особенно когда элитный заезд какой-нибудь катаешь и так соперники агрессивные но их должны были пофиксить разработчики надо будет проверить уже в ней видео ну вы видите транспорта трафика стало больше как будто давай нетрушечку врубаем и погнали погнали есть просадки но не такие конечно дикие R3 короче батл пасс видите у нас задание выполнено жаль вот нельзя на эту всплывающую подсказку нажать и забрать что у нас там было короче эти награды не надо забирать вот это кстати удобно не как в всяких пабгах ты заходишь сначала нажимаешь получить награду а потом уже заходишь непосредственно в пропуск и забираешь вот эти награды если мы будем выполнять задание то мы все равно бесплатную одну тачку дополучим так далее у нас что есть еще помимо фотографий я так понял этот ивент доступен только если мы приобретем премиум потому что видите пишут приобретите премиум а таск это наверное ежедневные просто награды и они смотрите то есть я могу постоянно проходить и получать эти награды да не обязательно достигнет скорости 300 километров хотя вот это я бы тоже попробовал предлагаю взять мой новенький мустанг и попробовать на нем развить скорость 300 километров переместимся сюда с оптимизацией опять же я сильно большой разницы не вижу но вроде бы картинка стала как будто бы более такая лестничная лесенок добавилось хз в 30 кадров игра себя лучше ведет я вот не знаю кстати этот мустанг вообще сможет ли набрать 300 километров в час сейчас мы это проверим и заодно может быть заданица выполним так погнали что у нас еще исправлены блики трафика то есть не должно нас ослеплять далее исправлены ошибки при входе в режим тайм атак исправлены звуки двигателей у оппонентов исправлена отрисовка следов шин вот я не помню баг но я опять же реже начал играть в игру сейчас еще выздороветь бы нормально вот во что это я так задел слетели ездюк не я так 300 километров не наберу 200 максимум мне кажется сейчас вот здесь уже поворот так оп 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 ну 200 я наверное наберу 300 нифига это надо хуракан брать R4 вот смотрите и еще проедь 15 километров нормально задания быстро довольно таки выполняются ну еще глушитель шинки забрали одну правда шину а нет шина пока еще не готова надо еще немножечко повыполнять задание что у нас еще в фиксах этих добавлен инвентарь место для хранения деталей и узлов автомобиля где он мать его добавлен в настройках в автосалоне разве что или какой-нибудь это должен быть склад также еще три новых диска добавлено но вот здесь я нифига не вижу значит этот инвентарь находится где-то прям у нас под носом в каком-нибудь из либо домов можно в дом отправиться давайте я попробую переместиться пусть за 220 баксов но зато проверим есть ли там инвентарь во музончик прям бодренький какой-то появился итак где у нас инвентарь инвентаря тоже тут нету нифига вот типа классно мы придумали инвентарь но вы его отыщите вот за поиск инвентаря мне кажется надо тоже награды давать но по сути логичнее он должен быть где-то у нас прям типа в настройках но я предлагаю отправиться еще в стайлинг ателье может быть здесь у нас есть инвентарь а скорее всего его здесь тоже нифига нету покраска стайлинг винилы обвесы обвесы я кстати для него так и не купил но хочу какой-нибудь взять это конечно очень космический очень мощный но я наверное возьму что-то типа такого попроще этот совсем у нас без арок ну кстати а может быть а может быть может у него можно арки какие-то нет не нифига короче окей инвентарь у нас остается под вопросом ну и касаемо нововведений это у нас все но трафик какой-то вообще борзый стал я не знаю что с ними делать конечно еще хочется посмотреть на нашего чувачка который там сидит ну да его как будто бы чуть-чуть может быть дорисовали как-то он поинтересней может анимация у него стала лучше визуально выглядит по-другому ладно народ на этом я пожалуй завершу данный ролик это у нас обновление 1.6.0 не забывайте подписываться на канал на мои другие дубли каналов чтобы не потеряться ну а чтобы быть в курсе всех новостей которые творятся в мобильном гейминге подписывайтесь на телеграм канал на этом у меня все с вами был по-прежнему фликер мобильный геймер всем пока я Продолжение следует...